здравствуйте дорогие зрители спасибо что вы как обычно сидите дома и смотрите наш прямой эфир сегодня у нас показ очень-очень старого фильма который называется еврейское счастье это совершенно замечательный фильм несмотря на то что он черно-белый и немой ну что ж еврейское счастье 1925 год и вот так выглядит его первая аутентичная афиша на первый взгляд она кажется довольно зловещей в глаза бросается огромная темная фигура да еще с какой-то винтовкой за плечами но при ближайшем рассмотрении заметно что это никакая не винтовка а просто драный зонтик в руках у главного персонажа и так снят он был в 1925 году на первой фабрике госкино картина имела после премьеры бешеный успех и в нашей стране и за рубежом а потом достаточно быстро как-то исчезла и стерлась из памяти была чудом найдена в начале перестройки восстановлена и буквально пережила второе рождение и это было в общем натуральное еврейское счастье настоящий потому что фильм этот абсолютно уникален в нем удачно сошлись все звезды еврейской культуры того времени и получился настоящий шедевр и мы сейчас посмотрим кто именно там сошелся фильм весь этот снят по истории шалом алейхома минахим менду это довольно непростой текст большой написанный в эпистолярном жанре виде серии писем между искателем счастья человеком воздуха минахимом мендлом из косриловки и его женой в основу сценария положена пятая часть этого романа которая называется минахим мендл сват по-еврейски шатхен режиссер фильма алексей грановский создатель и руководитель легендарного гусета знаменитого еврейского театра советской россии и это его первая кино работа автор сценария григорий гричер черековер мастер еврейской темы в кино оператор эдуард тиссе да да тот самый эдуард тиссе который в том же 1925 году работает вместе с сергеем эзенштейном и снимает знаменитый броненосец потемкин автор вставочных титров они называются интер титры исаак бабель да да тот самый исаак бабель который автор одесских рассказов канармии и других прекрасных текстов а еще он автор знаменитого выражения ликуя и содрогаясь секундочку вот он исаак бабель как писал виктор шкловский это не надписи а разговоры это ново это дает ленте настоящую прелесть человеческого голоса кроме этого бабель и соавтор сценария один из вставочных сюжетов в этом фильме сон минахима мендела главного героя в поезде трансантлантической поставки невест принадлежит перу как раз исаака бабеля художник-постановщик фильма знаменитый художник-авангардист натан альтман и самая известная его работа до сих пор это портрет сидящий анны ахматовой в синих тонах вот он а справа соответственно сам натан альтман это его автопортрет и наконец в главной роли этого фильма молодой актер гассета соломон михойлз долгие годы советского времени считалось что единственная сохранившаяся кинопленка с его участием это фильм цирк 36 года где он в эпизодической роли в конце фильма исполняет один куплет песенки на идише а песня это вот это сон приходит на порог сладко складка спит и на так далее нет ну были конечно какие-то небольшие отрывочки совсем крошечные был фильм семья оппингейм 38 года режиссера рошаля где михойлз снимался в эпизодической роли и были какие-то ну совсем крошечные отрывки где михойлз выступает на сцене гассета в каких-то общих номерах и чуть-чуть фрагменты где он играет короля лира но это все было доступно только в архивах а единственный фильм который ну был на слуху и его знали это как раз был только цирк и тут неожиданно вот как раз в начале перестройки нашелся целый фильм где в главной роли сам соломон михойлз и это тогда было как настоящая культурная бомба дело в том что этот фильм изначально делался сразу в двух версиях на русском языке для советской россии и в экспортной версии для европы и америки в общем видимо в этом и оказался секрет его выживания а еще это чуть ли не единственная возможность увидеть своими глазами как жили евреи в царской россии как выглядело настоящее еврейское местечко черты оседлости но потихоньку начнем рассказывать о режиссере о режиссере и его театре для актеров которого была сделана эта работа итак режиссер алексей грановский настоящее его имя авром азарх родился он в москве в 1890 году но вырос и учился в риге семья у него была совершенно ассимилирована и ничего особенного еврейского в детстве у него не было даже идиша он не знал такой характерный пример проявления идей хаскалы просвещение это было такое общественно культурное движение которое захватило европейских евреев а затем и наших российских суть этого движения отринуть все старое еврейское мировоззрение отказаться от устаревших традиций в пользу просвещения и интеграции с другими культурами с 1907 года грановский жил в петербурге работал в театре а затем там же поступил в школу сценического искусства после ее окончания два года учился в мюнхенской театральной академии с 1914 года начал ставить собственный спектакль сначала в риге а затем и в других российских городах воевал в первую мировую в 1917 году изучал кинорежиссуру в швеции а затем окончательно вернулся в петроград и занялся театром и вот все началось именно там в 1919 году у грановского появилась неожиданная идея создать еврейскую театральную студию причем с нуля безо всякой оглядки на народный театр без опоры на работы авраама авраама гольдфадена и уж конечно это не должны быть никакие пурим шпили народные театральные представления эту идею грановский сразу отверг нет новый театр должен быть совершенно новым с новыми актерами с новым образом еврея как такового и такой актер почти сразу же нашелся молодой человек приехавший учиться на юриста в петроград из киева шлема вовсе будущий великий соломон михойлс кстати сказать именно грановский придумал этот псевдоним михойлс а вскоре в москве нашелся и второй такой актер вениамин зузкин и в дальнейшем именно эти два актера и определяли на протяжении всей истории театра грановского его успех что в россии что в европе кстати кстати сказать вениамин зузкин тоже участвует в фильме еврейское счастье в эпизодической роли пассажиры поезда но его в титрах нет впрочем в этом фильме участвует почти вся театральная труппа грановского в том или ином виде в 1920 году на следующий же год молодая театральная студия переезжает в москву и получает новое имя го сект государственный еврейский камерный театр открывается он первым спектаклем вечер шалом алейхома которые ведут михойлс и зузкин и который имеет бешеный успех спектакль оформил художник театра марк шагау надо сказать что это был не не единственный еврейский театр в москве того времени была еще габима созданная под руководством станиславского и вахтангова но там ставились традиционные еврейские сюжеты и спектакли шли на иврите а у грановского спектакли шли на идише но несмотря на это они захватывали и русскоязычную публику которая совершенно не полным понимала этого языка но при этом не пропускала ни одной постановки билетов на эти спектакли нельзя было достать в 1921 году грановский поставил специально для представителей международного пролетариата приехавших в москву на 3 конгресс коминтерна мистерию буф владимира маяковского на немецком языке три спектакля были сыграны с огромным успехом в цирке на цветном бульваре и после этого к театру пришла настоящая слава у него появляется собственное помещение на малой бронной со зрительным залом на 500 зрителей выстраивается постоянный репертуар актером рукоплещут максим горький анатолий луначарский и другие знаменитости каждая премьера освещается в передовицах официальных советских газет в 1925 году из названия театра убирается буква к и он становится просто государственным еврейским театром госетом и вот как раз в том 1925 году на вершине своей карьеры алексей грановский снимает свой первый фильм еврейское счастье фактического новаторства над сказать в этом не было к тому моменту уже существовали немые черно-белые фильмы с еврейской тематикой например были в дни борьбы или фильм два мира или был такой еще фильм товарищ абрам режиссера александра разумного снятый в двадцать втором году но все эти кино работа были в первую очередь пропагандой классовой борьбы и под лозунгом товарищей равноправные равноправные евреи но даже несмотря на все эти агитки после 1922 года в еврейском кино наступает глухое время связано с новой политикой партии по национальному вопросу окончательно ликвидируются все небольшие виски культурные и общественные организации упраздняются синагоги перестает звучать язык иврит да и иди что же и вот на этом омертвевшем фоне совершенно внезапно из ниоткуда возникает фильм еврейское счастье снятая с огромной любовью к почти ушедшему местечку штетлу и его обитателям нищим романтикам и мечтателям и это было настолько в разрез с линии партии что официальная критика медленно закрыла рот и замолчала а потом глухо заворчала что он себе позволяет что заливачество где наша советская диалоги но укорять грановского в таких моментах было абсолютно бессмысленно не было более далекого от политики человека чем грановский всю свою жизнь он был верен только своему театру и себе в 1928 году гусет отправляется на большие гастроли в западную европу выступают они с огромным успехом заключаются новые договора на спектакли с разными театрами готовятся следующие гастроли но наркомпрос после разгромной статьи луначарского отправляет за театром специальную комиссию чтобы разузнать интересно а откуда у грановского деньги на спектакли и каковы его политические взгляды а после проверки соглядаты передают приказ немедленно возвращаться в москву и дать отчет театр подчиняется приказу а грановский нет он остается в европе и советская пресса объявляет его невозвращенцем имя его предается забвению а художественным руководителем гусета становится соломон михойлс в дальнейшем грановский снял еще несколько картин в германии и поставил тоже несколько спектаклей с большим успехом но в нашей стране об этом ничего не узнали в тридцать седьмом году грановский после тяжелой болезни скончался в париже почти в полной безвестности если быть точным вместе с грановским не выполняет приказ москвы и художник театр театра натан альтман он остается на 7 лет в париже и активно там работает рисует пейзажи иллюстрации участвует в революционных выставках вернулся он в советский союз только в 36 году и каким-то фантастическим чудом не был репрессирован альтман чуть ли не единственный из всей труппы еврейского счастья кто умер своей смертью дожив до семидесятого года но давайте вернемся обратно в 1925 год в счастливое время еврейского театра когда картина только-только начала создаваться как же это было из воспоминаний режиссера госкино григория львовича рошали кстати сказать того самого который в тридцать восьмом году снимет кино семья оппенгейм с михойлосом в эпизодической роли это было в конце мая двадцать пятого года мы собрались на квартире соломона михойлоса на улице станкевич здесь были сам михойлос зускин альтман оператор tisset еще кто-то у всех было замечательное настроение все думали о том что нового удастся нам сказать о знаменитом менахем менделе да еще и в кино tisset увлеченно разъяснял о преимуществах кино перед театром понимаете говорил он нельзя минахема менделя запереть в маленький согнувшийся домик на узненькой местечковой улице как это было сделано у нас в театре нужно показать его мыторство сполна и везде на вокзале в местечках в поезде мы подробно вспоминали спектакль агенты в еврейском камерном театре и еще не представляли как можно сыграть менахема менделя в кино все ждали прихода режиссера грановского с обещанным большим сюрпризом раздался звонок и в комнату вошел человек невысокого роста в серой блузе с резинками на рукавах большие очки подчеркивали его высокий лоб который казался еще большим из-за наметившийся на лбу широкой лысины голубовато-серые глаза по детски лукавые с особой силой подчеркивали его непосредственность в неожиданном гости мы сразу узнали бабили исаак эмануилович медленно снял очки протер стекла и оглядел всех нас а кто же из вас грановский никого не подозреваю а я вам не подхожу с ехицей в голосе ответил спросил михойлз михойлз вы быть может менахем мендель но не грановский и тем более не мендель крик ответил бабель у нас в одессе не любили людей воздуха мы любили людей дела кто-то из ваших героев менахем мендель или рэп альтер говорил что еврей даже когда выпьет всегда трезв язык у него не заплетается на ногах крепко держится словом сам себе удовольствие боится сделать а мендель крик любит шумную жизнь он всегда при деле и при веселье а вы хотите чтобы я писала человеке воздуха давайте михойлз договоримся так я из менахема менделя сделаю менделя крика идет а как же шалом алейхом может быть он вам прислал депешу с того света чтобы вы дописали за него менахема менделя михойлз и бабель рассмеялись так громко и заразительно что когда уже перестали смеяться нас еще долго душил смех потеряв окончательную надежду на приход опаздывающего грановского мы решили взяться за дело сами бабель изложил свою концепцию образом и нахима менделя в его рассказе чувствовалось глубокое знание творчество шалом алейхома жизни еврейских местечек но в конце беседы послышались сомнения понимаете сказал бабель в одессе были богатые и бедные евреи ремесленники и банкиры врачи и ломовые извозчики одни жили в особняках на французском бульваре другие ютились в подвалах молдаванки и слободки но одесские евреи это не местечковые евреи среди них я не встречал людей воздуха они все с детства стремились какому-то реальному делу и поэтому я боюсь что сценарий мой не получится дальше рассказывает биограф соломон михайловича театровед матвей гейзер михойлс и бабель еще долго спорили и в конце концов расстались окрыленные знакомством друг с другом но после этого бабель пропал на месяц и никак не давал о себе знать труппа начала беспокоиться так как съемки были запланированы на июнь июль пошли разговоры о привлечении нового сценариста однако михойлс сказал дайте мне три дня ими примем один из трех вариантов либо я приведу бабеля вместе со сценарием либо принесу сценарий без бабеля либо последний если не будет сценария не будет бабеля три дня никто не видел михойлса на четвертый день он позвонил в театр и сказал собирайте коллектив бабель придет и что-то нам почитает впоследствии выяснилось что бабель долго ходил по закоулкам дорогомиловской заставы он нашел старика еврея занимавшегося до революции более 30 лет сватовством человек этот никогда не читал шалам алейхома но разговаривал на языке его героев бабель выдал себя за старого холостяка и попросил найти ему невесту а дело в том кстати что главный герой фильма еврейское счастье он как раз в какой-то момент становится еврейским сватом шатхином и на этом строится комедийный сюжет ну вот минахим мендель с дорогомиловской заставы возил за собой бабеля то в малаховку то в черкизово то в перловку в надежде женить этого старого холостяка попутно старик продавал в малаховке черный перец купленный в черкизове в перловке торговал спичками приобретенными в малаховке старик удивлялся поведению бабеля как вы можете жениться если не помните даже имя невесты я не успеваю вас знакомить вы уже что-то пишете и все же михойлз нашел бабеля и привел его в газет бабель достал из кармана бесчисленное множество бумажек пытался что-то прочесть а потом сказал выбейте себе из головы то что вы туда вбили эти слова впоследствии войдут как один из интер титров фильм спокойно снимайте фильм а титры я напишу по готовому позже алексей грановский вспоминая о работе над фильмом писал о том что он каждый день составлял план завтрашней съемки если раньше он не любил сценаристов чутьем то теперь их ненавидел по убеждению труппа выехала на натуру снимали в одессе где осенью того же года оператор тиссе будет работать вместе с сергеем энзенштейн эйзенштейн снимали в виннице куда их позвал натан альтман который был родом оттуда там в виннице тогда еще сохранился район иерусалим к который был вылитым местечком шалом алейхма но большую часть фильма сняли в бердичеве из воспоминаний режиссера алексея грановского в бердичево снимали только натуру съемки продолжались более двух месяцев труппа каждый день давала спектакли из-за этого михойлс не мог отпустить себе бороду истинное удовольствие от съемок получали только аборигены бердичева сплошное зрелище и вечером в театре днем на улице мы лишили бердичев кинематографической невинности труппа жила в гостинице на съемку и обратно актеры ходили в гриме по улицам бердичева ходили герои шалом алейхма и жители сроднились с ними ну что говорили они сегодня богач кимбак застрахуется михойлс качал головой и смеялся в базарный день все население помчалось на площадь чтобы увидеть как влюбленный зелман будет торговать галантерейными приборами пришлось вызывать конную милицию и вот наконец фильм был снят соломон михойлс впоследствии вспоминал об этой работе еврейское счастье было моей первой картиной и если мой опыт вышел удачным то я думаю только потому что я учел тот множитель на который необходимо помножить театральную игру дабы быть понятным и ярким на экране я задался целью создать в картине не маску а образ ну еще пара слов о музыке к фильму которая длится все полтора часа экранного времени самую первую версию музыки написал бессменный композитор гассета лев михайлович пульвер она к сожалению не была издана и не сохранилась наиболее широкую известность получила музыка немецкого композитора ганса йонсона она была написана в 1990 году как раз когда фильм восстанавливали в германии на студии cdf в гамбургере в гамбурге и сейчас почти все записи которые можем найти в ютубе идут с этой музыкой в нашей стране после волны интереса к этому фильму в районе двухтысячных годов тоже появилось несколько интересных озвучек одна из очень интересных версий была сделана плезмерским ансамблем йосиф капелье под руководством ивана лебедева но смотреть этот фильм сейчас будем как раз с музыкой ганса йонсона титры и интер титры то есть те которые внутри были отреставрированы а александровым с интернет-форума феликс феникс клуб в 2009 году